Добрый день! Сегодня необычная головоломка, которая называется Nautilus Cube. Везде, во многих магазинах я видел, что именуют бренд Fonksin. Но на самой коробке нигде такого упоминания нет. Это очень похоже на то, как был самый дешевый маркетный куб у меня на канале. Везде тоже писали, что он Fonksin, но на самом деле какой-то неизвестный бренд, который хотел выглядеть как Fonksin. И здесь, скорее всего, такая же ситуация. Но проще его найти как Fonksin, поэтому в названии Fonksin и написано. Видимо, Fonksin стали сейчас настолько популярны, что их уже подделывают. Открываем и смотрим, что же это такое. В коробочке у нас есть сама головоломка, которая похожа на улиточку. И есть инструкция, что на самом деле редкость для каких-то хитрых головоломок. И здесь что-то даже рассказывают и показывают. Какие-то пошаговые решения. Ну, возможно, даже здесь почитать что-то можно. Но, в принципе, и так понятно, что это разновидность Сквайра. Интересный факт, что подобную головоломку изначально выпускала компания Meffert. И, соответственно, ценник там был достаточно серьезный и неразумный. Кроме того, я за те деньги покупать эту головоломку не хотел. Ну, а сейчас выпустили вот дешевый аналог. Я не знаю, лучше он или хуже. Meffert у него в руках никогда не было. Но это вполне вращается. Причем мы видим, что это полноценный Сквайр. То есть вот так вот вращаем, а вот так вот нет. Я для сравнения достал головоломку. И, честно, думал, что вот этот Nautilus это нечто похожее. Нечто точно такое же. Но здесь можно вращать так. Можно вращать так. Можно вращать так. Механизм другой. И можно еще вращать вот так вот. Но вот этот цилиндр я так и не собрал, поскольку он вращался отвратительно. И просто надоело его собирать. Отложил. И как бы мне казалось, что это просто трехслойная версия того же цилиндра. Но нет, это полноценный Сквайр. Вот мы видим механизм внутри. И сколько у нас элементов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Здесь было шесть. Еще вот такую звездочку достал. Здесь тоже было шесть элементов. И механизм похожий на этот цилиндр. Ну, это все другие головоломки. Здесь же полноценный Сквайр. Сквайр выглядит вот так. У Сквайра четыре угла, четыре ребра. И средний слой, состоящий из двух элементов. А здесь тогда получается... А здесь семь элементов. То есть, если здесь сложить ребра и углы на одной грани, будет восемь. Тут получается семь. Интересно. Хотя, на самом деле, мало что меняет. Я думаю, алгоритмы Сквайра здесь помогут. Но дополнительная сложность будет в том, что нужно собирать средний слой. Хотя, возможно, это будет интуитивно. Здесь каждый сегмент наутилуса имеет свой цвет. Соответственно, этих цветов получается семь. Оголомка-то не так проста. То есть, вращать мы можем ровно вот так вот пополам. И в этой плоскости больше никак. Соответственно, можем делать как-то вот так. А нет. И можем. Если мы повернули так, то мы, получается, можем повернуть... Если мы повернем вот так, то дальше уже блокируется вот так. Ага. Вот так можно. А тут не все так просто, оказывается. Совершенно. Все не так просто. Мы же... Так. У нас получается вот это ровно четверть. То есть, вот этот один большой элемент равносилен вот этим трем. А вот эти вот имеют уже другое сечение. Возможно, это совсем непростая головоломка. Не знаю. Будем разбираться. Не собирал ни разу. То есть, если я сдвигаю вот так, то не вращается. Так, так. Нет. Только вот так. Но если какой-нибудь средний слой повернуть, блокируется... Блокируется. Так. А машина, наоборот, слишком простая. Мы пробуем повернуть... Так у нас слайс. Если повернуть вот на один такой-то элемент, то у нас здесь прямая линия возникает. Можно вот так вот сделать. Повернуть вот так. Сделать еще слайс. И все путается. Но мне пока не очень... Это все понятно. Поэтому вернем на место. Да, можно перемешать по-всякому. И, я так понимаю, можно вращать... Ну, нужно вращать в нужные позиции. И средний, и нижний слой. И тогда... Это будет, наверное, совсем жестокая головоломка. Не знаю. Буду разбираться. Я думал, будет проще. Но, возможно, что-то я не понял. Да, здесь основа сквайра. Это shape-mod сквайра. Но здесь далеко не все так просто, как мне казалось. Здесь сквайр. Мы его берем. Вращаем. Пополам вращаем. Как-то все понятно. Здесь надо, видимо, попривыкнуть. Давайте попробуем, как на сквайре. Вот, я повернул. Потом повернул. Делаю на 90 градусов. И могу еще повернуть. Делаю поворот на 90 градусов. И ничего не могу поворачивать. Как-то работает все по-другому. Непростая, на первый взгляд, головоломка. Поэтому, если вы хотите чего-то попроще, возможно, стоит выбрать что-то другое. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.